Всем добрый день! Меня зовут Ольга. Добро пожаловать на мой канал вязание для души. Сегодня я к вам с видео обзором. Поговорить хочу о интересной пряже Drops Sky. Это довольно популярная пряжа в кругу вязальщиц на сегодняшний день. И вот мне довелось с ней поработать и сложилось у меня о ней очень хорошее впечатление. Поэтому хочу поделиться с вами этой информацией. Итак, давайте для начала рассмотрим сам моточек. Он выглядит вот таким вот образом. Довольно пухленький, довольно объемный. Как для моточка, который весит всего 50 грамм. Но это за счет того, что пряжа шнурковая. Она пухленькая, объемная. И если вы знакомы с пряжей Drops Air, там тоже 50 грамм и мотки довольно огромные. Вот здесь почти та же история. Итак, у меня цвет из линейки Mix. У Drops очень часто в одном артикуле есть две линейки. Unicolor и Mixcolor. Значит, Unicolor это там, где цвета однотонные. А в Mix они более сложно сочиненные, меланжевые. Такие неоднородные. Мне больше нравится покупать пряжу Drops именно линейку Mix. Потому что эти цвета действительно очень красивые. И вещи из них получаются более интересные. Вот это так лично мое мнение. Давайте посмотрим на этикеточку. Значит, здесь в составе 74% альпаки, 18% полиамида и 8% альпаки. Состав довольно хороший. 50 грамм, 190 метров. Итак, давайте посмотрим теперь на саму ниточку. Вот так выглядит эта ниточка. Это шнурочек. Сплетенный. Не такой, как Drops Air. Сейчас я вам для сравнения Drops Air покажу. Кстати, слышала, что хотят Drops Air убрать из производства. И заменить эту пряжу вот этой, Drops Sky. Но они совершенно разные. Давайте с вами приложим и сравним. Drops Air более объемная. И здесь такой шнурочек, который именно набит альпакой и шерстью. А этот шнурочек, насколько я поняла, просто сплетенная цепочка. Вот сделали нитку, в составе которой перемешаны вот эти шерсть альпаки, овечки и полиамида. И потом сплели вот такую цепочку из этих ниточек. То есть, по технологии создания этой нитки, она отличается от Drops Air. И она потоньше. Если Drops Air они рекомендуют вязать на пятерке, то Drops Sky рекомендует производитель четверочку. Я вязала спицами 3,5. Итак, когда я искала информацию об этой пряже, прежде чем заказать ее на полноценный проект, я очень часто встречала отзывы, что она имеет очень хороший расход. То есть, на изделие где-то размера SM на свитер хватает 6 моточков. И это действительно так. Значит, я заказала 8 мотков, чтобы связать свитер оверсайз на размер L или 48. И я угадала. Значит, мое мнение, почему у нее такой хороший расход. Смотрите, вот шнурочек в обычном состоянии, не растянутом. Но когда мы его тянем, он вытягивается. Давайте специально возьмем линеечку и посмотрим, сколько сантиметров прибавляется при растяжении. Допустим, вот 10 сантиметров, нитка в свободном состоянии, я ее растягиваю и у меня получается почти 12 сантиметров. То есть, когда мы вяжем, мы, естественно, у каждой из нас своя плотность, но мы ниточку натягиваем. Именно поэтому я думаю, что в мотке, вот эти 190 грамм, эта нитка вот в таком расслабленном состоянии. А фактически при вязании мы получаем больше метраж, 200 с чем-то метров. Ну, так высчитывать не будем, да, но приблизительно мы понимаем, что здесь больше, чем 190 грамм, ой, 190 метров, простите. Насчет того, как нитка ведет себя в процессе вязания. Из-за того, что это такой шнурочек, вернее, не шнурочек, а цепочка. Когда вяжешь, получаются зацепки. Нельзя сказать, что бряжа очень легкая в вязании. Постоянно появляются вот эти вот небольшие зацепочки. Они очень легко убираются, никак на качестве вязания не отражаются. Но, тем не менее, это случается и немножко тормозит процесс. Когда я вязала острыми спицами, вот резинки я вязала спицами номер 3 Чиагу с острыми кончиками, это очень тяжело, ну, достаточно тяжело, потому что вот эти острые концы спицы очень сильно цепляются за вот эти вот петелечки. И занимает один ряд довольно много времени. Само полотно, сам свитер я вязала спицами от Нитпро Зинг. У них более тупые закругленные кончики, и так было вязать намного комфортнее. Итак, давайте я вам покажу сейчас изделие. Вот я вяжу свитер. Не передает камера цвет совершенно. Но сейчас не о цвете. Кстати, цвет номер 17, да, кого интересует. Значит, само полотно связано спицами 3,5, хотя производитель рекомендует четверочку. Для меня 3,5 оказалось оптимальным вариантом. То есть, меня устраивает абсолютно плотность. Полотно не забитое, но в то же время довольно такое пластичное и хорошо драпируется. Вот эта часть свитера у меня постирана. Все высохло. А вот этот рукав я еще не стирала. То есть, я связала тело, постирала его, потом сшила по бокам, и теперь вывязываю рукав. И здесь мы можем видеть, какое полотно до ВТО и какое полотно после ВТО. Особо оно не меняется. Разница небольшая. Вот так положим. Вот это немножко ровнее. Вот я как смотрю в реальном времени, да, через камеру не сильно хорошо видно. А вот здесь, конечно, ровнее. И более мягче, более такое струящееся получается. Здесь пока более плотное. Но особо никакого изменения не видно. Единственное, что пряжа немножечко потянулась вниз. То есть, она вытянулась по длине. По ширине осталось точно такое же. Вот это вот тело свитера. А в длину вытянулась на сантиметра два-три. Это нужно учитывать. Насчет резинки. Значит, вот так вот резиночка выглядит до стирки. Она пружинит. Такая средняя держит резиночку пряжа. Но после стирки резинка... Вот сейчас словила цвет. Резинка растягивается. Изнаночные петли больше выделяются. И чисто декоративную функцию выполняет эта резинка. Это тоже нужно учитывать. Если вам нужна... Чтобы пряжа именно держала резинку, нужно использовать спандекс. Да, ввязывать или как-нибудь потом его вставлять уже в готовое изделие. Но, в общем, резинку она не держит. Насчет узоров разных кос, аранов. Я не вязала. Но, судя по тому, как ведет себя резинка после ВТО, то все эти косы, разные различные араны, узоры будут рельефными, пока вы вяжете. После стирки они станут более плоскими. Но, тем не менее, тоже будут выглядеть красиво. Я думаю, что эта пряжа подходит для вязания различных узоров. Итак, можно сделать вывод, что эта пряжа очень хорошая. Она стоит своих денег. Она очень приятная на ощупь. Я этот свитер уже несколько раз примеряла на себя. Он совершенно не колючий. Ни о какой колючести вообще даже речи нет. Поэтому спокойно можно вязать детям и людям с чувствительной кожей. Также эта пряжа очень теплая. Полотно не очень жаркое получается. Но оно будет отлично греть и осенью, и зимой. Такие мои выводы насчет пряжи Drop Sky. Если вам этот отзыв показался полезным, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь видео не только обзоры пряжи, но разные видео на вязальную тематику. Подписывайтесь и будем вместе с вами заниматься своим любимым хобби. На этом с вами я прощаюсь и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok